ДИМА ЗИЦЕРА Проект Димы Зицера Любить нельзя воспитывать Здравствуйте, здравствуйте, добрый день, дорогие друзья Очень и очень рад вас приветствовать Ну вот, и перевалило за 200 количество наших встреч Ура, не будем устанавливаться на достигнутом Ольга Дробышева, звукорежиссер, Александр Малинин, редактор Дима Зицер, ведущий, автор, не знаю, кто я, кто я в этой программе, не знаю, надо бы спросить Короче говоря, мы приветствуем вас, дорогие друзья И совсем скоро начнем Плюс 74957287171, это наш телефон Плюс 79671035533, это наш номер в WhatsApp Ну что, готовимся к нашим разговорам Пока готовимся, давайте послушаем музыку Группа обстоятельства Не забывай Проект Димы Зицера Любить нельзя воспитывать Первая сегодня на линии Полина из Томска Полина, здравствуйте Здравствуйте, Дима Рада снова до вас дозвониться Второй раз уже удается А, то есть вы не первый раз Да, второй Ну вот это, между прочим, хороший пример Мне довольно часто Нет, довольно часто люди сетуют на то, что невозможно дозвониться И пишут в чате Я, кстати, знаю, что дозвониться довольно трудно Но вот есть люди, которые не первый раз дозвониваются Так что ура-ура, вдохновляйте других Полинов Я вас слушаю Хорошо По осени как-то вам писал, если я не ошибаюсь, Денис С таким вопросом непростым Что у него умерла жена И надо было сказать, либо не сказать дочке Да, как это правильно сказать И там телефон еще там был Вот Я этот разговор запомнила Потому что на тот момент у меня немного времени до этого Ушла из жизни подруга У которой осталось двое детей И вот дочке-то старше 10 лет Ей сказали сразу Ну она как бы все и так поняла Потому что мама болела Тут мамы нету и нету И народ наехал, понятно А вот младшему сыну Ему 5 лет Ему говорить не стали И насколько я знаю Они им до сих пор не сказали Живут они в другом городе То есть я живу в Томске Они в Белокурихе И вот мне сейчас Мы сейчас в субботу едем на каникулы В Белокуриху И естественно я туда тоже пойду К ее свекрови получается К мужу И мне вот как-то Я понимаю, что надо сказать мальчику Они ему до сих пор не сказали Про то, что мамы нет Уже как бы время-то достаточно Прошло с ноября месяца Я понимаю И я понимаю, что Это наверное может Как-то потом сказаться И вот мне Как-то Как правильно Либо стоит Им Как сказать Настаивать на том Что надо сказать Они говорят Ну а как вы можете наставить Я не знаю Как-то Как-то объяснить им Какие Какие последствия Вообще могут быть Если не сказать Вот сейчас Ему вовремя Слушайте Ну мне Во-первых Я вот что вам скажу Да Эта ситуация Непростая Ну если простой ответ Вы хотите Конечно Надо сказать Более того Мне кажется Стоило сказать Ну вот Вовремя На самом деле Да И когда ребенок Маленький В определенном смысле Это даже Легче им воспринимается Но Полина Мне кажется Мы не должны судить Людей В их горе Да И в этом смысле Ну мы такие можем Конечно Знаете С задранным носом Сказать Они должны Или должны были Поступить так-то Ну Мы Скать Не знаем Как бы мы поступили В подобной ситуации Правда же Поэтому Мне кажется Мне кажется Что Если зайдет разговор На эту тему Ну конечно Вы мягонько можете Я не знаю Что-нибудь сказать Но мне кажется Что Ну я с ними уже В этом говорила Я спрашивала Я говорю Ну вот когда Как Что-то Все равно же надо Он же как бы Он мальчик разумный Он мне кажется Даже еще раньше Всех это все понял Потому что Они как-то шли Она говорит Мы шли Старшая дочка Говорит Ну вот шла Вот бабушка Да Муж И двое детей И дочка говорит Какая-то семья У нас Говорит Странная Мамы все время нету А сын говорит А мама к нам Больше не вернется Ну то есть Как-то так спокойно При этом она еще Тогда была в больнице Еще как бы Надежды какие-то были И вот Ну то есть Если уже Если уже сразу Не сказали То сейчас уже Три месяца Ничего не решат Наверное Да Ну еще раз Полина Вот услышите меня Решат Я даже Я даже не очень хочу Не очень хочу Честно говоря В этом смысле Давать вам Какие-то инструменты Потому что Еще раз Если вы Вы правы Вы правы Да С точки зрения Логики С точки зрения Педагогики Вы правы Но с этой правотой Ничего не сделаешь Сейчас Поэтому еще раз Если возникнет Такой разговор Ну скажите Миленько Но Но еще раз В этой ситуации Невозможно Говорить о ней Поступили правильно Неправильно Ну что тут говорить Понятно Вот так я думаю Да Да Спасибо вам Удачи И пусть только радости Нам сопутствуют Всего вам доброго До свидания Спасибо Вы не поверите Друзья Новая Зеландия У нас на линии Ольга Как далеко Господи Алло Здравствуйте Меня слышно Да Ольга Это вы из Новой Зеландии Смеетесь Так Да 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 Это я Слышно меня Правда Вас слышно Но у меня к вам Столько вопросов Во-первых Который час Три С небольшим Ровно 10 часов Разница Три ночи В смысле Три ночи Да Да Вы бы Дельник что ли Ставили Или вас так Заведено Ну конечно Я вообще Я еле заснула Перед тем В общем Практически могла бы Не спать На самом деле Я не верю В свое счастье Вообще Дима Что я с вами Разговариваю Я взахлеб Слушаю ваши подкасты Я сама педагог И у меня столько восторга По этому поводу Потому что Очень приятно Ольга То что вы делаете Очень-очень важно Для меня лично И вообще Я давно Думала о том Что система образования У нас Требует Реформ Вот У меня Было ощущение Что Ну это Мое стремление К гуманистическому подходу Какое-то такое Идеалистическое И что это все Нереализуемо А когда я Обнаружила вас С вашими подкастами С вашим подходом Я подумала Вот оно Вот оно Ольга Ура Ура Я вам не передать Как мне приятно Это слышать Но нам надо Идти вперед Ничего не поделаешь Радио Да, да, я знаю Я знаю Я знаю Да, я знаю В общем Ситуация у меня такая У меня два сына Один совсем большой Уже 23 года Младшему 15 Вчера у него был День рождения И у меня вчера Была попытка Уже в конце Да, спасибо большое Зовут его Максим Он в России находится С отцом С бабушкой Со свекрой Мы с его отцом В разводе Давно уже С сыном у нас Очень хорошие Теплые отношения Мы регулярно Разговариваем Практически каждый день Спасибо технологиям Современным Вот И На самом деле Он хотел Он Ну то есть Я привозила его сюда Но он не захотел Со мной оставаться Захотел Остаться в России Ну Такой был возраст 12 лет Ну Он конечно Говорил Что хочу остаться С папой Ну Честно говоря Я понимала Что больше Для него важна Среда Наверняка Вот Вот А сейчас С отцом Совсем плохо Все Они поссорились Ну я знаю В общем-то У отца Очень тяжелый характер Такой Своенравный И они Не разговаривают Это тоже Мне знакомая Манера Моего Лучшего мужа И Мой сын Он Ну поскольку Я его все-таки Поддерживаю Ну не в том Чтобы Противостоять отцу Да Вообще В принципе Поддерживаю И Когда Он сказал Нет Ты знаешь Причем Я подумала Что Может быть Они не виделись Потому что Он в общем-то Живет с бабушкой И с отцом Они там Все в одной квартире Но часто Уходит к старшему брату То есть К моему старшему сыну Вот И он В общем Мог не увидеться С отцом Еще Когда мы Разговаривали Но он Говорит Нет Я видел его И он Просто Отвел взгляд Ну то есть Не поздравил Мне настолько Понятно Ольга Давайте двигаться К вопросу Потому что У меня Вопрос Не очень хочется Да Вопрос Вопрос в том Что мне очень хочется Его поддержать А поскольку У меня он Самой рождается Первое Что мне хочется сказать Вот жишка Редиска какая Вот Я понимаю Что это так себе Поддержка Вообще Не поддержка Я теряюсь То есть Несмотря на то Что во многих Ситуациях я нахожу Слова поддержки Для него Но в этой ситуации Ну кроме Кроме того Что сыночек Я знаю Как это тяжело И в общем Ничего больше Сказать не могу Я понимаю Что это про нелюбовь Я сама это чувствую Как нелюбовь В общем Подскажите Дима Почему про нелюбовь Последнюю мысль Я не понял Честно говоря Я сама это воспринимаю Как нелюбовь Потому что Когда со мной Папа ссорился Мой папа ссорился И долго С он не разговаривал Я воспринимала Это как нелюбовь Вот И Ну я сыну Такой вопрос Не задавала Как он это воспринимает Ну вот Наверное Такой перенос Ну подождите Подождите Скажите мне пожалуйста Во первых Сейчас то почему Мальчик живет Не с вами А с отцом Он не захотел Оставаться здесь В Новой Зеландии Со мной Потому что Он говорил Что все незнакомо Язык нужно учить Это тяжело Вот Он хотел Домой Так Нет Имеет право Ничего страшного Все в порядке Да Правильно ли я понимаю Что сейчас Несмотря на то Несмотря на то Что у него Испорченные отношения С отцом Он продолжает с ним жить Правильно я понимаю Ну он на самом деле Живет Я же говорю Все в одной квартире живут Бабушка с дедушкой И родители Мужа бывшего И отец Вот И сын Все они там вместе В одной квартире живут Ну неважно Продолжает с ним жить Какая разница С ним в одной квартире Ну да Да Так Так Теперь В чем вам кажется Вашему сыну нужна помощь И поддержка Ну я у него спросила Говорю Как тебе это Ну он говорит Ты переживаешь Ну да Я переживаю Так И Давайте дальше Сложный вопрос Сложный Он переживает Ну хорошо А кто бы не переживал Я стопорюсь В том смысле Что мне кажется Что Я должна быть с ним Я должна что-то сказать Я не знаю что сказать Нет 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 Единственное Мне кажется Если я могу Тут в такой ситуации Давать совет Единственное Что мне кажется Нужно сказать И стоит говорить Время от времени Это что Вы Готовы Помочь ему Любым способом Который Сказать Будет вам доступен Что он может с вами Говорить на любую тему Что он может на эту тему Не переживать Что он может Но говорить нужно об этом Нужно говорить Не об его отношениях Не о его отношениях с отцом Во всяком случае Пока заказа нет Точно Да Говорить нужно о себе О себе И о ваших отношениях И поверьте мне Это лучшая поддержка И это всплывет Если будет нужно Да Вот если будет нужно Если ему понадобится помощь Это всплывет в памяти И он обратится к вам Я думаю Что вот так Потому что Все остальные ситуации Ну я сейчас так Знаете На вскидку Мне кажется Это только Только Ну как это сказать Усугублять Со всех точек зрения И его печаль Да и вашу Честно говоря Тоже Ну да Моя печаль Да Большая Да Скорее да Наверное Я соглашусь Ну мы и так В общем Я даю ему понять Что он говорит Со мной Может обо всем О чем угодно Ну Это тот вопрос Наверное Который он Между всего Хотел бы со мной Обсуждать Потому что Он знает Мое отношение Все Все Ровно то Что я имел ввиду Все Да и поэтому Мне кажется Лезть туда не надо Да У него свои отношения С отцом У него свои отношения С вами И это правильно Если вы спросите меня В смысле Он пока справляется Да Можно смотреть На это Как он справляется Нет Во-первых так Первое Первое Он справляется Второе Он Не факт Что он хочет Обсуждать это с вами Вы сами сказали Ну да Третье Он имеет право Если он перестанет Справляться Обратиться За помощью Не к вам А к кому-то другому Это тоже важно Четвертое При всех Так сказать Обстоятельствах Которые мы уже Перечислили Мне кажется Что Особенно При том Что вы на расстоянии Вам нужно время от времени Напоминать ему Что вы Готовы разделить с ним Любую проблему Любую боль Насколько это возможно Не конкретизируя На мой взгляд Ну это на самом деле Все время звучит В наших беседах Отлично Отлично Все Все Да Прощаемся Спасибо вам огромное Спасибо вам Целые вещи Ура Спасибо вам большое Вам я желаю Спокойного продолжения Ночи И пусть все будет хорошо Ну хорошо Тогда давайте Встречайте рассвет Новозеландский Подходит Отлично Отличная история Да Красота Ура Удачи вам Спасибо вам большое А на линии между тем Снова Москва Ирина Здравствуйте Дима Здравствуйте Очень рада Что дозвонилась Низкий вам поклон За то что вы делаете Благодарность От многих моих друзей И детей в том числе И детей И моего ребенка Друзей Тоже вам благодарность Спасибо 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 Вопрос Такая ситуация В следующем Я телесный терапевт И ко мне пришла на прием Девочка Девочке 14 лет Занимается В спортивной школе Занимается Силовыми Как вот Каратэ Единоборствами Да Единоборствами Бои Да Занимает Призовые места Ну Сама не очень туда Хочет ходить Ну точнее Совершенно не хочет ходить А мама Говорит о том Что нужно Ну закончить И уже вроде как Там к школе И нужны будут баллы Ну и на это повлиять Ну вряд ли как-то можно И когда она у меня была На приеме Она мне То есть я работаю с телом Ну убираю все зажимы Ну понимая Что что-то не так Спросила Да Как проходит Тренировка Девочка Сказала Что Тренер допускает Что он их бьет Это были ее слова Что тренер их бьет Я спросила Ну как именно Девочка очень волновалась Она прямо Ну вот В стрессе Сказала Что Может ударить рукой Я говорю В какое место Куда Конкретно Скажи Сказала Что может ударить Рукой по голове По спине Ну то есть Работая с телом Я вообще не сторонник Естественно Таких Профессиональных видов Спорта Потому что Очень все вредит Детям Так И При этом еще Она девочка Вопрос Значит Мы с ней поговорили Я сказала Что давай не будем Я сама предложила Позвонить В школу спортивную И не говорить От чьего имени Не говорить Какая-то девочка Ни от кого Сказать Что Ну я стороннее лицо И что просто Знаю Что Я знаю О том Я понимаю С детьми Насилие происходит Во время тренировки Позвонив В эту школу Спортивную Попросила я Просто Вежливо Администрации Обратить внимание На данного Педагога Назвала имя Фамилию Ну на что Они Очень удивились Сказали что Окей И буквально Через 10 минут Когда девочка У меня была Еще на приеме Перезванивает Орущий Кричащий В телефон Этот педагог Говорит Раздраженно Говорит о том Что Я не имею права Учить его Как Обращаться С детьми Как тренировку Вести Что Есть камеры Наблюдения И все Там видно Что Детей Ирина У нас 2 минуты До конца разговора Ирина 2 минуты Поэтому давайте Вопрос Что дети Наговаривают Ну В общем Я сказала что Детям я верю И сказала что Если это еще повторится То Ну в министерство образования Или это Или в какие-то Другие Выстоящие органы Написать Какие вы считаете еще органы Полиция Называются эти органы В чем вопрос Какие мои действия Правомерны В данной ситуации Так как я не являюсь Матерью этого ребенка А какая связь А какая связь А какая связь Да Значит смотрите Я не знаю Я небольшой знаток Уголовного кодекса Но мне кажется Любой человек Если узнает о преступлении Он может об этом преступлении Заявить Разве не так Пусть сейчас откликнутся Мне в чате Не знаю Юристы например Да Или не знаю Может быть у нас Полицейские нас слушают Вот и все А если не Теперь смотрите Вопрос Подождите Подождите Вопрос который меня интересует Намного больше Это почему Почему об этом Не знает мама И почему бы вам Не поговорить об этом С мамой Да Вот у меня хотелось Все спросить Нужно ли мне сказать О звонке в спортшколу И на радио Маме девочки Слушайте Радио оставим На ваше усмотрение Потому что это не важно Это ну мы Ну давай считай Что вы позвонили приятелю Просто посоветоваться Все в порядке Да А вот то что касается Звонка Слушайте Я думаю Что да Если честно Но вам надо поговорить С мамой Как педагог Не как девочка С девочкой А как педагог Смотрите Вы занимаетесь Определенной Определенной практикой В которой есть Безусловно И область Ну такая И духовная И человеческая И так далее Поговорите с ней Поговорите с ней О том что вы видите О том что и как происходит И так далее И так далее Обязательно перед этим Поговорите с девочкой И проверьте Нет ли у нее На эту тему Каких-то проблем Или страхов Все Мне кажется Вы поступили совершенно верно Да Девочка переживает Что может выяснить Эту информацию И будет тренер Давя авторитетом Говорить с ней Или всем детям Плохо будет от него И девочка Закрывала глаза И очень сильно переживала И я тоже засомневалась Ну я понимаю Ну подожди Ира 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 Ну вы же взрослая женщина Ир В этот момент вы говорите Дорогая Я буду на твоей стороне Я тебя защищу Ну что за ерунда Да Да Это все равно что говорить Давайте не будем сажать насильника в тюрьму Потому что иначе он кого-то еще изнасилует Ну что за чепуха Да Ирин Я желаю вам удачи Мне кажется Вы поступили абсолютно правильно Действуйте Аккуратно Только аккуратно Не разговаривайте с мамой Через голову девочки Удачи вам Нельзя воспитывать Проект Димы Зицера Любить нельзя воспитывать Ростов-на-Дону Кирилл Добрый вечер Добрый вечер Дима Подскажите пожалуйста Такая ситуация У нас сложилась Реденок 13 лет Отличный хороший мальчик Занимается спортом Но недавно позвонила Мама Одноклассница Сказала Что Наш ребенок Курит В итоге Все сумки Благополучно Пытались выйти с ним на диалог Нашли у него Вейп Все это дело Естественно взяли Провели Профилактическую беседу Подошел Поговорили Сказали Что если там будут Какие-то вопросы Ты сами это обсуди Мы тебе информацию Вообще донесем Мы это все Поговорили Поговорить неправильно Все правильно Он вроде эту тему Все понял Ловил Проходит какое-то время Совершенно случайно Находим у него Еще один В итоге Свой потянет Тоже наверное Месяца 3-4 Открываем переписки Переписки Все там с одноклассниками С одноклассницами С ребятами С словом Только О всех этих Вейпах Где что купить Где С кем поменяться В общем Не знаем Какие методы Возвращения Уже применять И уже пробовали Беседовать Пробовали Водить к врачу Чтобы как-то Ну со стороны медицины Объяснил Что это неправильно Как-то может Запугало его Своим образом В интернете Написано Что принимать Именно физическое воздействие Но как-то не хочется Этим заниматься Физическое это какое? И где это в интернете? Именно в том плане Что Дескать Тому пряникам Потому что Я какого-то По-другому не понимаю Это сейчас я Кирилл Я спрашиваю из любопытства А дальше что они пишут? Ну допустим Вы его Я не знаю что Силой Вырвите у него Эту самую штуку Лишите его того Что он любит И что в интернете считают В том котором Вы читаете Который вы читаете Столько не принесет Поэтому мы к этому Никто не прибегаем Ставимся будете на диалогах Вред принесет Ой слушайте Кирилл Какой вопрос Вы мне задаете? Как нам Отличить его От Вредной Вот этой привычки Которая явно Навязана В общем Штамп Потому что У нас Семейник Вращается Вращается Я имею ввиду Да По той или иной Причине Не знаю по какой Это одна из форм Такого Ну я не хочу сказать Самоутверждение Я не знаю Вашего ребенка Да Ну такая форма Форма Не знаю Взросления И так далее И так далее Да Теперь к моему Огромному сожалению К огромному Вот поверьте мне Я не знаю Способа То есть Я подозреваю Что такого способа нет Каким образом Можно отучить Человека Отучить человека От такой привычки Привычка дурная Безусловно Тем более Что это привычка Эту привычку Можно довольно легко Скрывать Как мы понимаем Да в отличии Вот не знаю Алкоголизма Не дай бог Да Эту привычку Можно скрывать Разговаривать Слушайте Разговаривать И объяснять Объяснять И объяснять Что он прекрасный Что для того Чтобы он был заметен Ему Настолько прекрасному Совсем-совсем Не нужно Не нужно делать Как кто-то Но с другой стороны Он либо это уже знает Либо нет Так что Так что вот Да Кирилл Спасибо Не знаю Не знаю Не можем Общего какого-то решения На этой уже беседу Со стабильной регулярностью Вы не найдете Общее решение Вы не найдете Общее решение Пытаемся И на юморе Как-то Шутить на эту тему Чтобы как-то Какой-то Ну резонанс Человеком гонять Ну улыбается Сидится Но как-то Не доходится Нет 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 Это решение Поскольку это решение Он принял сам Выходить из этого решения Он тоже будет сам Поэтому мне кажется Что надо разговаривать с ним По-взрослому И разговаривать серьезно И разговаривать Как бы вы Поговорили с другом Ну не знаю Который начал Выпивать Например Да Ну вот что бы вы ему сказали Близкому другу Давайте проверим Вот вы замечаете Что друг начал Не просто так Не просто рюмочку другую А прям так Знаете Что бы вы сказали Ну Попытался бы Словесно донести Что это Есть нехорошо Ну что Ну ваш друг Он что ненормальный Что ли у вас друг Он что не знает Что это нехорошо Он знает Что бы вы сказали Ну понятное дело Что Для начала Попытался Ну Тоже зависит От меня человека Если человек понимает Что это проблема Это одно Если человек не понимает Это нужно Первое Он понимает, а кто не понимает? Назовите меня человека, который не понимает. Нужно лечить, кто зависимый. Нет. У меня в этом плане больше медицинское представление. Я уверен, что нужно поддержать. Я уверен, что нужно поддержать. Я уверен, что нужно... Ладно, я скажу вам одну вещь. Думал говорить, не говорить, но я скажу. Я уверен, что вам нужно перестать читать переписку вашего сына. Потому что все, что у вас происходит, может происходить на почве общего недоверия. И он прав, что он вам не доверяет, поскольку вы читаете чужие письма. Дима, я же тебе звонил за другим, говорит Кирилл. Да? Как это связано? Это связано, Кирилл. Это связано. Со времен всех этих мероприятий, которые там проходили, эти вот 4.20, звонки ночные, вот тоже были моменты, что обращались, что ребенок там ночью просыпался ночью. Вот с тех пор как-то приняли за практику, там раз в неделю, в месяц, пока там ребенок купается, это просто хотя бы пролистывать, понимать, что у него нет... Дружище, ну вот я понимаю ваше волнение, и разговор у нас на другую тему, я не буду переведать разговор на эту тему. Но это вещи связанные. Мы слышим тех, кому мы доверяем. Да? Мы слышим тех, кому мы доверяем. Понимаете? Поэтому мне кажется, что... Проверьте, я не говорю, что у вас плохая какая-то... Плохие отношения. Да? Проверьте. Проверьте, насколько у вас такие отношения, что вы действительно доверяете друг другу, если папа говорит, что он может помочь, и это вредно, то папе надо поверить. Да? Спасибо. Будем пробовать. Я желаю вам удачи. Не волнуйтесь, ничего страшного. На самом деле, ничего страшного. Надеюсь, что все восстановится, и все будет хорошо в отношениях. Татьяна из Калуги, здравствуйте. Здравствуйте, Дима. Я звоню вам со следующим вопросом. Я вам уже как-то звонила, вы мне команды, надеюсь, что и сейчас тоже поможете. Я работаю... Ух, ничего себе. Какое вступление. Я теперь трепещу. Ну, давайте, ладно. Я работаю учителем первый год в школе. У меня классное руководство. Дети пятый класс. И дети все у меня пришедшие из других школ. То есть у меня такой сборный класс. Вот уже прошло три четверти. У нас, знаете, вот в начале учебного года появились такие мальчики, ну, которые в какой-то степени где-то там повели себя не очень правильно, не очень хорошо. И другие дети, там, некоторые учителя, повесили на них такой, знаете, ярлык хулиганов. Вот. И теперь нам это всем очень сильно мешает, потому что, если начинаются какие-то у нас, ну, проблемы, ну, в классе так, условно назовем, даже если какие-то другие дети что-то делают не так, зачастую вот этим мальчишкам, которые уже с ярлыком... Я понимаю. ...им попадает. То есть, да, их априори обвиняют в разных каких-то ситуациях. И вот сейчас у нас недавно произошел такой, ну, как бы, ну, я считаю, рабочий момент. Там один мальчик бегал, прыгал по партам, увидела учительница, наругалась на всех. И, знаете, у нас тут есть родительский чат, и родители начали мне звонить-трезвонить, мол, что прошел уже год. А одни и те же дети, мол, третируют весь класс и не дают учиться, там, ну, условно, скажем, хорошим детям. Ну, то есть, да, я утрирую, мы понимаем, что нет. Подождите секунду, подождите. А он, этот человек на уроке прыгал по партам или что? Нет, на перемене. А в чем, в чем состоит третирование других детей? Ну, знаете, вот из-за того, что ввесит этот ярлык, да, любые какие-то конфликты, произошедшие в классе, вешаются на тех детей, даже которые... Так, так, ну, я понял. Ну, примерно понял, примерно понял, хотя я вообще не понимаю, почему это доходит до родителей, но допустим, да. Ну, да, и знаете, есть там какие-то учителя на уроках делают замечания и так далее. Дети приходят рассказывать родителям, видимо, может быть, не вдаваясь в подробности, кто именно там разговаривал или там получил какое-то замечание. И родители воспринимают, что вот у нас есть условно плохие мальчики, которые мешают... Да понял, понял, понял. Давайте движемся вперед. И вот у меня вопрос, как мне себя правильно вести. И, вы знаете, там звучат такие фразы, что я не могу разобраться, не могу навести какую-то там дисциплину в классе. И вот у меня вопрос... От кого? От родителей. И вот у меня вопрос... Нет, подождите, не летите, подождите. Вопрос важный. А что значит доносится? Это как доносится до вас? Это как... Откуда вы это знаете? Ну, вот они мне там звонят, либо там, да, в общем чате они это пишут, либо мне лично пишут, или, да, звонят и говорят о том, Что? Что вы плохая учительница, что вы не можете вести порядок, Вам надо быть жестче, они мне говорят. Вам надо быть жестче, вы очень мягкая. Вот уже прошел год, а вы, мол, так гаечки-то и не закрутили. А скажите мне, пожалуйста, на ваш взгляд, у вас в классе порядок? У меня в классе полный порядок. Ну, на мой взгляд. Понятно. Так, все. Переходим к вопросу. Я рад это услышать. Переходим к вопросу. Вопрос в следующем. Вот вы мне скажите так. Не нарушаю ли я границы, действительно, других детей, тем самым, что вот, ну, не как-то, знаете, не агрессирую, и все стараюсь решать, ну, действительно, мягко. И реально ли, не нарушаю ли я границы тех детей, родители которых мне жалуются на такие вот какие-то проблемы? Вот что я думаю. Да, я, я, вот что я думаю. Я думаю, что бог с ним с этим вопросом. Подождите, я его отложу, с вашего позволения. Да? Да, да. Но я бы, вот если бы я оказался, я оказался в этой ситуации, как учитель, да, как училка, даже я бы сказал, я бы сделал вот что. Я бы закрутил параллельно два процесса. Один процесс я закрутил бы с детьми, вот на тему того, как я хочу, чтобы ко мне относились. Когда я ошибаюсь, когда я могу оступиться, когда наоборот я чувствую себя в праведном гневе и на кого-то злюсь. Вот про модели поведения. А второй процесс я закрутил бы с родителями. И второй намного более короткий, потому что мне кажется, это стоит встречи с родителями, то есть родительского собрания и разговора на эту тему. Смотрите, вот я сейчас поговорю с другой стороны, со стороны нас с вами, да, со стороны педагогов. Мы очень-очень часто, ну как это, зеркалим, что называется. Вот родители говорят, а, учителя, они распустили детей, там и так далее, и так далее. И у нас тоже есть такой грешок у учителей. Можно сказать, а родители просто, они все хотят, либо одни скажут, железные руки, другие хотят. Слушайте, родители тоже имеют право не до конца понимать, что мы делаем. Да? И поэтому мне кажется, что школа, как место просвещения, я сейчас абсолютно серьезно говорю, должна им помогать это понять. И мне кажется, что если вы их соберете и поговорите с ними на ту же самую тему, только чуть-чуть другими словами, да, как мы хотим, чтобы к нашим детям относились, будет очень интересно, но сначала мы послушаем рекламу, а потом договорим. Татьяна. Да-да. Татьяна. Да? Да-да-да. Ну так вот, собственно говоря, то, что я хотел сказать про родителей, да, и чуть-чуть не договорил, родители не всегда понимают до конца, что мы хотим сказать, и как устроена школа, и так далее. И, так сказать, ну, имеют право не понимать, у них разные профессии. В смысле, у нас с ними разные профессии. И поэтому, вот по моему опыту, во всяком случае, чем более мы открыты по отношению к родителям, чем лучше мы объясняем им, что мы делаем, тем легче, на самом деле. Вы абсолютно правы, конечно, есть родители, и довольно много, может быть, которые поначалу скажут, нет, а мы учились, будет жесткая рука, должна быть, все вот это, вот и так далее. Объясняйте, объясняйте. Да? Просто объясняйте. Нет родителей, мне кажется, что нет родителей, которые искренне, искренне, вот, да, не в порыве страсти, а искренне скажут, чморите этих мальчиков, и заодно чморите и моего тоже. Не может такого быть. Да, поэтому мне кажется, что если вы растите детей в своем классе через принятие другого, через то, что есть слова, через то, что человек, в отличие от многих животных, может и должен уметь договориться, через то, что человека нужно понять, и через принятие как раз он может измениться, потому что только в этом случае он вас услышит. Мне кажется, что длинный-длинный процесс завершится пониманием родителей. Вот честно, я думаю так. Я думаю так, и я думаю, если честно, вот как коллега-коллеги. Мне кажется, вы поступаете совершенно правильно. Хорошо, спасибо. Поняла вы. Да? Я желаю вам удачи. Спасибо. До свидания. До свидания. Знаете, друзья, вот у меня есть пять минуточек. Давайте чуть-чуть про сообщения. Вот я, вы знаете, вот тут есть скорее не сообщения, а комментарии. Их много-много. То, что касается разговора с Кириллом, который у нас был, о чтении писем детей. И вот мне пишет Дмитрий из Москвы. Ну, он пишет несколько предложений на этот счет и пишет дальше. Пожалуйста, объясните подробнее, чтобы люди поняли, почему этого делать нельзя. Пожалуйста, с восклицательными знаками. Карина из Краснодарского края пишет прямо, так сказать, больное письмо, письмо полное боли на эту тему. Ну, давайте я попробую чуть-чуть про это поговорить. Друзья, значит, дело ведь не в том, что мы знаем с детства фразу «читать чужие письма нехорошо». Да? Мы знаем это. Читать чужие письма нехорошо. Проблема больше. Проблема больше. Проблема номер один. Нет ничего тайного, что не стало бы явным. Это мы тоже с вами знаем с детства. Да? Дети так или иначе узнают о том, что мы суем нос в те дела, которые они хотят считать своими. И в этот момент произойдет, может произойти, я не хочу быть плохим пророком, дурным пророком, может произойти крушение всего. Нет-нет, они не уйдут из дома, они не пошлют нас куда подальше. Они просто перестанут нам верить. Они поймут, что прятаться нужно лучше. И вот тогда может произойти самое неприятное. А самое неприятное это что? Когда мы не можем помочь нашему ребенку. Знаете, многие родители говорят в пылу, а некоторые и не в пылу, а совершенно сознательно. Главное, чтобы я знал, что происходит, потому что только в этом случае я смогу ему помочь, ему ребенку в смысле. Или, знаете, бывает так во время конфликтов с ребенком, почему же ты не говоришь мне правду? Ведь иначе я не... Если я не буду знать правду, я не смогу тебе помочь. Пап, мам, так я не говорю правды, потому что я не верю. Потому что куда мне идти с этой правдой? Да, теперь, ребят, это опасно. Это в первую очередь опасно читать чужие письма. Это первое. Второе. Если мы читаем чужие письма и настолько не доверяем своим детям, значит, это недоверие точно проявляется в чем-то еще. Я не знаю в чем. Поищите, подумайте, в чем дети могут увидеть недоверие. да, я не верю, что ты сделаешь, я не верю в то, что ты хорошо споешь, я не верю в то, что ты в принципе способен на хороший поступок, что ты хороший человек. Я сужу тебя, если мне звонят из школы и говорят, что что-то не так, я в первую очередь встаю не на твою позицию, а на позицию человека, который мне на тебя нажаловался и так далее. Что от этого происходит? Друзья, от этого происходит тот же самый разрыв отношений. Я очень не хочу, чтобы вы туда ходили. Третье и последнее, пожалуй, больше не успею. Мне могут сказать родители, Дима, но ведь мир опасен в некоторых своих проявлениях, ведь действительно бывает что-то, бывает нечто, о чем лучше нам узнать. Мы очень-очень боимся, мы должны быть в курсе. И вы знаете, я совершенно с вами согласен, дорогие родители, мы должны быть в курсе. Но дорожка к этой точке, когда мы в курсе, намного длиннее, чем просто влезть в чужой компьютер, ворваться в чужую комнату без стука, заорать, что, так сказать, ты мне скажешь всю правду, я из тебя вытрясу ее. Дорожка длиннее, она закладывается намного раньше. И закладывается она, давайте это повторим, следующим образом. Мы говорим друг другу о том, что мы думаем, что мы чувствуем, как мы относимся к тем или иным явлениям. Мы советуемся с детьми, мы, мы, взрослые, когда нам нужен совет. И мы не говорим, что он там, я не знаю, шестилетка может мне посоветовать. Мы советуемся. Вы знаете, иногда его советы прекрасны. Мы уж точно рассказываем нашим детям о том, как мы живем. Рассказываем о наших впечатлениях, о наших переживаниях, о наших радостях, о наших горестях. И в результате они непременно будут рассказывать об этом нам. То есть, они не будут рассказывать, они просто не перестанут рассказывать. Да? Они ведь все дети, так сказать, делятся с родителями в возрасте двух-трех лет. Правда же? А потом это куда-то девается. Вот если это куда-то делось, у нас должна зажечься маленькая красненькая лампочка. Что-то мы делаем не так. Самое-самое последнее, дорогие друзья, мы говорим правду тем, кому мы доверяем. Только. Вот проверьте это прямо сейчас на себе. Если мы не говорим правды, если мы что-то скрываем, это признак недоверия. Ну, кроме каких-то секретов, у каждого человека есть свои, так сказать, личные интимные тайны, и слава Богу. Но если мы говорим о каких-то явлениях, мы понимаем, что нас не примут такими, как мы есть, что нас осудят, что мы нарвемся на скандал и так далее. Вот эту точечку тоже нужно проверить. И все-все будет хорошо. Проект Дима Зицера. Любить нельзя воспитывать. Напомню наши телефоны. Плюс семь четыре девять пять семь два восемь семь один семь один. И ватсап плюс семь девять шесть семь один ноль три пять пять три три. Кстати, чтобы не забыть, я должен перед вами извиниться. Следующие полторы недели, следующие десять дней меня не будет в программе. Увы. Ну, увы, что не будет в программе, но вообще-то меня ждет довольно интересное приключение. Не буду рассказывать вам пока, что планируется. А вот когда вернусь, когда все пройдет хорошо, поделюсь с вами непременно. В любом случае, извините меня, пожалуйста, нам между сегодняшним днем и первым апреля нужно будет такой мостик проделать. Ну и потом уже, соответственно, увидится. Поскучать друг без друга. Как хорошо пишет Карина из Краснодарского края. Хочу вам прочесть. Вспомнила слова из мультфильма про Карлсона. Те, что мама говорила малышу после того, как он залез на крышу, то есть совершил необдуманный рискованный поступок. Ты нам очень дорог. Представляешь, что было бы, если бы мы тебя потеряли. Родители, смотрите добрые мультфильмы. Чаще там много мудрого. Карин, спасибо вам огромное, что напомнили. Да и за мысль, за это спасибо. Присоединяюсь на 100% к Карине. Хабаровск на линии. Михаил, добрый вечер. Доброй ночи у вас уже, надо сказать. Вопрос такой, сразу начну. Давайте, конечно. Ситуация такая, в общем, сын, 3 года, 3 месяца, уже зовут Михаил. Ходим в детский сад. Михаил Михайлович стал быть. Да, да, все верно. Ходим в сад где-то с полутора лет. Все было хорошо до, наверное, последнего, так скажем, новогоднего двухнедельного перерыва. У него просто пропало абсолютно желание ходить в сад. Раньше это просто проявлялось, наверное, в словах таких, знаете, легких. Не хочу ходить в сад, уже в группе, когда заходить. А теперь это переросло. Я уже не знаю, что сын просыпается. Первое, что он говорит, что не хочу ходить в детский сад и категорически отказывается, так скажем, одеваться. И все сборы растягиваются где-то на час, там, полтора, с криками, слезами, что очень выматывает эмоционально его и нас, супруга. А когда все-таки, ну, когда садился в машину, то на подъезде к саду он начинает просто там как будто, я не знаю, уже там, крики очень сильные. Букань, он заносит в группу, там трясется весь уже, прям, ну, не хочет идти, да. Вот раньше это как бы, это все связано, сейчас объясню. Все это переросло из сада, переросло в мое расставание с ним дома. То есть я даже не могу выйти на пару минут, он меня не может... Я понимаю, я понимаю, это как раз я могу вам рассказать и без вас, это я понимаю, во что это вылилось, я понимаю, и почему я тоже скажу. И решили, как бы, и решил я, как бы, ну, попробовать, что жена будет выводить в сад, чтобы вот так из такого расставания со мной не было в саду. Ну, это как бы поначалу помогало, но потом это переросло так же и с ней, тоже как бы, ну, все это эмоционально как-то проявляется и при ней. Вопрос, как снять вот это эмоциональное его, как бы, расставание, вот. Просто, ну, это прям... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Слушайте, ну, давайте я все-таки тут выхода нет, мне придется все-таки про одну вашу ошибочку сказать, на мой взгляд. Да, выхода нет в данном случае. Ну, вот смотрите, нельзя отрывать от себя плачущего человека. Нельзя, просто нельзя, запрещено. Редкое слово... Нельзя, редкое слово в моих устах. Запрещено. Даже если вам воспитатели будут потом говорить, да, вы уходите, он успокаивается через 10 минут. Это неважно. Это остается в памяти у него. И результат этого налицо. Да, результат этого, что он боится вас отпустить в принципе. Боится вас отпустить, потому что он понимает, что это расставание может произойти. Окей. Да, теперь все. Да, я заканчиваю сыпать вам соль на раны в этой точке. И задаю вам вопрос. А что по этому поводу воспитательницы говорят? Ну, вот они предлагали, как раз, то, что вы еще чем черт говорите, то, что вы... Оставляйте ее, мы сами его разденем, а то сейчас еще хуже начнется. Но он, естественно, не обняв меня, начинает, ну, там прям в истерике разбиться прям не обняв, не поцеловав, так сказать. Ну, потому что нового выхода после этого может затянуться. Да есть выход, выход есть. Ну, что вы, какой нового выхода нет? Конечно, есть. Это все, вся, так сказать, фантазия, которую проявляют воспитательницы или что-то еще? Ну, да. Да, они говорят, идите, надо быть построзу чуть-чуть. Я говорю, ну, а как, если я буду отталкивать своего ребенка? Нет, естественно. Ну, как-то. Ну, в последние разы это, мне пришлось так делать. Я скажу вам, что надо делать, на мой взгляд, но вы один-то не сможете сделать, это можно сделать только с воспитателями вместе. Ну, конечно, попробуем. Мне-то кажется, я, как обычно, сейчас прозвучу странно, но мне-то кажется, что они неправы, надо делать все наоборот. Мне кажется, надо делать так, чтобы он очень-очень хотел ходить в сад. Первое. Второе. Мне кажется, надо сделать так, чтобы они были очень-очень приветливые и даже были готовы на маленькие сюрпризики для него. Да-да, я знаю, что они сейчас скажут. Ну, что же, это же всем детям надо будет делать сюрпризы. Прикиньте, ребят, всем детям надо будет делать сюрпризы, да. Вырезать с вечера какие-то маленькие лягушечки, да, например, и подарить всем детям. Вот это я сразу же на всякий случай, если вдруг кто-нибудь сейчас мне возразит, да. И вот этот момент, когда человек приходит в три года или в три с половиной в детский сад, когда воспитательница выходит на встречу и говорит, вау, Михаил Михайлович, вы пришли. Слушай, какое счастье я о тебе думал весь вечер вчерашний. Ты знаешь, есть одна штука, которую я тебе очень-очень хочу рассказать. Мне так важно было с тобой поговорить. Ну и так далее. Я не буду сейчас делать работу воспитателя. Но это меняет жизнь удивительным образом. Потому что в этот момент к этому дальше прибавляется следующее. Папа, который подыгрывает и говорит, ну подыгрывает не в смысле, что вы его обманываете. Говорит, ой, как интересно. Да ты что, а ты мне потом расскажешь в конце дня? И так далее, и так далее. Папа, который может заново закрутить всю эту историю и остаться на полчасика сорок минут в садике, чтобы Михаил Михайлович не боялся и не пугался и мог выскочить и проверить, что папа на месте. И все, и все раскрутится обратно. Но для этого, как слышите, нам нужна помощь. Хорошо, понятно. Ну а вот как быть с утренним вставанием эмоциональным? Потому что вот завтра... Одно тянет, подождите. Одно тянет, дружище. Одно тянет за собой другое. Одно тянет за собой другое. Он утром не хочет вставать, потому что он считает, что его ждет аутодафе, понимаете, на входе в детский сад. Да? Одно тянет за собой другое. Нужно исправляющее впечатление, которое начнется, на мой взгляд, должно начаться, дальше не знаю. Должно начаться с того, что ему захочется туда ходить. И захочется ему туда ходить, потому что там люди, которые хотят его видеть, потому что там люди, которые о нем думают, которые думают о нем. И это проявляется и в словах, и в маленьких сюрпризиках. Если воспитатели меня слышат, на самом деле, то я, в принципе, всем советую про такие сюрпризики думать. Нет, нет, не бежать в магазин и покупать свои деньги шоколадки. Вы неправильно меня поняли. Я надеюсь, вы услышали то, что я сказал. Да? Нет, я не имею в виду только материальные сюрпризики и так далее. Да, можно. Просто, когда я прихожу за ним после сада, это растягивается за полтора часа о диване. Он не хочет уходить. Я понимаю. Ну и что? И о чем свидетельствует? Такими же криками называются домой. Так нет, дружище. Это свидетельствует о том, что садик у него вовсе неплохой. А я ни разу про это и не сказал. Да? Садик у него неплохой. Да? Привычка у него выработалась, уверяю вас. Поскольку вы ее позиционируете как новую относительно. Да? Все-таки оттуда. С привычкой мы с вами тоже можем побороться. И мы победим, скорее всего. Да? Но для начала... Это первый разговор. Это первый блок. Это главный блок. Это то, зачем вы позвонили. Да? Для начала надо исправить это. Это человек имеет право проводить время там, где ему приятно. В три с половиной года точно. И в любом другом возрасте тоже. Мне кажется, надо вот это немножко подправить. А дальше то, что вы говорите, что он в садике желает оставаться дальше, это говорит очень хорошо. О садике, о воспитателях, о детях, обо всех. Слава богу. Ура. Теперь, если мы поправим это, вот ловите меня на слове. позвоните мне еще раз. И как сократить уход, приход и все остальное, это я вам расскажу. Это очень-очень просто. Или вообще вы послушаете и услышите где-нибудь в подкастах даже. Я желаю вам удачи. Действуйте только. Не тяните. Действуйте. Действуйте. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо. До свидания. Друзья, вы не поверите, у нас Хабаровск снова на линии. Анна из Хабаровска. Вы не из другой комнаты звонили? Звоните, вернее. Нет, 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 нет. Дима. Вы что, разговаривали, что ли, в Хабаровске все звонить в программу ЛНВ? Любить нельзя, воспитывать. Ладно, я вас слушаю. Да? Рад, 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 рад Хабаровску. Я очень. Я буду знать, как я рада. Вот. Я просто в последнее время на вашей передаче так это плотненько подсела. И вот уже недели две, наверное, сижу на них. Плотненько подсела. Главное, не переходите в зависимость в продолжение сегодняшних разных разговоров. Я слушаю вас, слушаю, Анна. Так вот, такая ситуация. У нас сын, 9 лет. Он у нас, как бы сказать, такой жуткий ворчун. Он ворчит по любому поводу. А как это, расскажите? Ну, например, Саша, иди чистить зубы. Вот, что я должен чистить эти зубы каждый день одно и то же. И это изо дня в день повторяется. Еще пример. Еще пример давайте. Еще пример. Не знаю, ну, как бы, ну, если вот, например, говорить, ну, ситуацию, да, там, недавно была такая ситуация, мы с ним общаемся по телефону, у него были соревнования по бассейну, и там приехали репортеры, и тренер его, пригласила его подружку, с которой он ходит, дать интервью. И он мне звонит, и так возмущается сильно. Мама, вот, ее почему-то позвали, а меня нет. Я говорю, ну, она-то тут при чем? И он начинает ее, ну, как бы, что ли не обзывать, обижаться. Я говорю, за что ты на нее обижаешься? Я начинаю его вводить на диалог, пытаюсь какую-то логику проследить, а он мне начинает, ну, вот, просто несет, я не знаю, какую-то, ну, несвязанную вообще речь какая-то у него, вот, просто ее обвиняют без всякого там, вот, просто лишь бы, знаете, как побухтеть, что ли, как сказать. Вот, и, и, ну, то есть, когда я начинаю задавать ему какой-то вопрос, начинаю вводить его на диалог. Какой? Какой? Ну, я, например, говорю ему, что, ты же понимаешь, что сама Ева там, здесь ни при чем, вот, это тренер, ну, она посчитала нужным, ну, почему бы и нет, ну, почему ты, ну, обвиняешь свою подружку, там, и так далее. Он мне, Ну, хорошо, третий пример, мне нужен третий пример, потому что первый и второй не связаны вообще никак, на мой взгляд. А, никак не связаны? По-моему, нет, по-моему, нет. Ну, ну, вообще, вот он в любой ситуации, то есть, или это просто просьба какая-то, ну, вот как почистить зубы, да, или там погулять с собакой, или это, ну, какая-то, например, ну, что-то мы обсуждаем, он всегда пытается высказать свое мнение, причем необоснованно, и всегда пытается, как бы, нас вызвать на диалог. Мы начинаем с ним найти диалог. Пример, пример, пример. Ну, пример, ну, вот с зубами понятно, да, это не оно. Так, ну, пример, какой еще. Ну, да, хорошо, не мучайтесь, ладно, не страдайте, я и так поговорю, да, значит, смотрите, что будет, первый вопрос, что будет, если он скажет, мам, я не хочу сейчас гулять с собакой? Я ему скажу, хорошо, я вам честно отвечу, я ему скажу, а зачем вы тогда не говорите? честно, тем более, что я знаю правду, конечно, ответьте честно. Отлично. Ну, вот, я ему скажу, да, как бы, ты же обещала, вот, гулять с собакой, у нас постоянно, из раз в раз, вот эти вот разговоры, нет, либо я иду молча сама гулять с собакой, либо я начинаю вот это вот, Ань, я знаю, я знаю, как будто мы знакомы, я бы иначе не задал вам этот вопрос, да? Про зубы даже спрашивать не буду, потому что понятно, что результат будет такой же. Теперь, внимание, а что ему делать-то, если он не хочет с собакой гулять? Ну, как, что делать? Ну, видимо, не гулять. Ну, ладно, но мама в этот момент скажет то, что она скажет? Ну, он идет, гуляет. Ему 9 лет. Он хочет и гуляет. В 15 он, делать ему что? Если он недоволен. Делать ему что? Ну, как что делать? В смысле, вообще, с этой ситуацией? Вообще. Что делать? Нет, с любой. Что делать вашему сыну, когда он недоволен? В любой ситуации. Что ему делать? Ну, наверное, пауза в эфире. Что делать? Не говорите, что не делать. Говорите, что делать. Анна. Сложно ответить. Я не буду вас мучить. Да, сложно ответить, поэтому и ему, бедняге, сложно ответить, поэтому ему остается только бухтеть. А что с вами разговаривать-то? Да, он будет вам жаловаться на жизнь все время, потому что поговорить на тему я не хочу гулять с собакой или чистить зубы, или неважно что. Я же не говорю, что не надо чистить зубы, услышите меня, да, или с собакой гулять. Я говорю, что вы можете разговаривать? Нет. Ответы я знаю заранее. Я недоволен. Да? Значит, либо я заткнусь, переходя уже совсем на эту самую лексику, либо я буду показывать хоть как-то, что я недоволен, мама. Да, А почему он всегда-то недоволен? Потому что, ну давайте вы, это простой вопрос, нет, он не такой уж простой. А почему он вообще, он не всегда недоволен, он не всегда недоволен. Ну почему у вас такое ощущение, что он часто недоволен? Когда не по его, что ли? Ага. А у вас не так? Вы довольны, когда не по-вашему, Аня? Дима, вы вот, вот, умеете вы. Можете назвать меня сволочью два раза прямо в эфире. Нет, 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 нет. Дима, ты сволочь, можете сказать, честно. Нет, мне это нужно было. Я знаю, я знаю, я знаю, Аня, я знаю, я знаю. Значит, теперь смотрите, давайте я все, я достаточно уже, так сказать, пожестил в этом разговоре, да? Теперь давайте так, давайте посмотрим на эту ситуацию с разных сторон. Да, то, что он ворчит, но вероятно, такой у него характер, вероятно, он где-то это подглядел когда-то, я не знаю, кто у вас ворчит или не ворчит, может, сам придумал, но думаю, что нет. Он выбрал такую форму, он мог выбрать другую, это правда, но он выбрал такую, так получилось, оставим это под грифом, так получилось. Теперь, по той или иной причине, Аня, вот сейчас, я не знаю, вы не должны мне отвечать, мне кажется, вы должны про это подумать, да? По той или иной причине он не видит пока другого способа диалога с мамой, там, с папой, не знаю, с кем, кроме этого ворчания, но не видит, но не видит, да? Я приведу вам простой пример, я сказал сначала, что эти ситуации не связаны, но формы диалога, они связаны. Приходит, звонит вам человек, сейчас будет экзамен короткий, еще один, звонит вам человек и говорит, мама, мама, такой кошмар, представляешь, что я там, не знаю, Олю взяли на интервью, а меня не взяли, а почему ее взяли? Ну, что вы ответите? Ну-ка, давайте. То, что вы ответили, я знаю, вы рассказали, а что ты возмущаешься, что тренер имел право взять Олю и так далее? А теперь, если подумать, если бы у вас было время подумать, любимый человек звонит, огорченный, почему никому не помогает? Любимый человек огорченный звонит любимой женщине или маме, которая тоже является любимой женщиной, да? Говорит, мама, мама, вот Олю взяли, а меня не взяли, мама. Ну, в следующий раз возьмите, что переживаешь. А вы что, договоритесь с тренером? Как следует? А что вы врете-то ему? Вру, да. Ну, зачем? Нет, нет. Дима, ответь, хорошо, я отвечаю, все, все, все. Да? Значит, смотрите. У нас просто ночь уже. Мне кажется, вот что. Да нет, а, у вас ночь уже. Все, тогда вы имеете право так сказать, да? Правильно, правильно, я не подумал. Значит, ну, не такая ночь, как в Новой Зеландии, кстати, с которой нам звонили. Чуть меньше ночь. Значит, смотрите, во-первых, Аня и компания, когда мы говорим, что ты переживаешь на любую тему, мы обесцениваем переживания, да? Мы говорим, эх, ты плохо подумал, и ты плохо чувствуешь. Это ничего не стоит. Это фигня. Поэтому, в принципе, я не имею в виду, что из-за этого у вас какие-то проблемы, но просто я советую и вам, и всем остальным, остерегаться этого. Да ладно, что ты, забей! Ну, разве это помогает? Да? Отлично. Теперь смотрите, мне кажется, что когда звонит любимый человек огорченный, надо понять, в чем его огорчение, и попытаться разделить это огорчение, то есть выразить сочувствие. Ну, например, сказать, котик, да ты что, а ты на самом деле хотел сам пойти на это интервью? Теперь смотрите, как я перевел разговор с девочкой Олей на него. Да. Все. Нету девочки Оли больше. Потому что в этот момент он скажет маме, мам, да, я хотел. И тогда мама скажет, слушай, давай подумаем, а может быть, что-то тебе помешало сказать тренеру, а может быть, там он же мог сказать тренеру, тренер, возьми меня. Не сказал. Да? В этом ничего плохого нет. Но это тема для обсуждения, отличная, прекрасная. И тогда, знаете, что будет? Сейчас будет пророчество небольшое. И тогда в следующий раз он придет к вам разговаривать, а не ворчать. Потому что лучшая на свете мама Аня, она в любом случае лучшая на свете, кстати. Да, лучшая на свете мама Аня, умеет его выслушать, не успокаивать, не говорить, ты неправильно переживаешь, не говорить, ты сейчас гонишь на свою подружку, а выслушать его, выслушать. И это круто. И это круто. Я больше вам скажу, вы сейчас удивитесь, но про зубы тоже надо попробовать выслушать. Да, я не хочу чистить зубы, та-та-та-та-та. Котик, ты честно зубы не хочешь чистить, что ли? Вы огорошите его этим вопросом, уверяю вас. Да? И одновременно вы его огорошите и продемонстрируете ему, что вы готовы с ним говорить на любую тему. Да? Любая тема в его устах для вас звучит серьезно. Это важно. Это важно. Да? И все. А дальше я не знаю, будет он чистить зубы или нет. Да? Это другая тема совсем. Да? Может, вы ему в какой-то момент скажете, да ладно, не хочешь, не чисти. Господи, чуть пристал. Да? Я не знаю, что будет. Но продемонстрировать, эмпатия, да, это называется, как вы знаете. Да? Продемонстрировать готовность сочувствовать, готовность услышать, готовность принять. Это самое крутое. Анна, я уверен, что у вас это получится абсолютно точно. Чего нет? Да? Да, Дим, спасибо большое. Спасибо, я. Привет Хабаровску, любимому, прекрасному, замечательному. Не волнуйтесь, я абсолютно уверен, что у вас все будет отлично. Знаете, сейчас некоторые говорят, нам бы ее проблемы, он всего лишь ворчит, омой-то, омой-то. Получите удовольствие от разговоров с сыном, поверьте мне. Проект Димы Зицера. Любить нельзя воспитывать. Да, видите, не получается у нас поймать Анастасию из Петербурга, с которой я обещал ей и вам договорить. Ну, Анастасия, если так вы и не отзоветесь, напишите, пожалуйста, в чате, мы поймаем вас в удобное время. Пока идем дальше. Маша, восьми лет, из Петербурга, дозвонилась до нас, а папа Миша стоит рядом. Ну, папа Миша и девочка Маша, здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Я слушаю вас, друзья. У меня в школе есть такая девочка, Катя, она немного противная и ее все не любят, но мне кажется, что Лисе с ней дружить, то она будет хорошо обращаться, то есть она как-то пытается приманить друзей, но я не понимаю, как. так. Маша, в чем же вопрос тогда? Мне кажется, вы все сами хорошо понимаете. Как нам с ней вращаться, что с ней, как бы, как с ней вести? А, а, чего вы хотите? Вот давайте так, вам бы что хотелось? Так, папа Миша вступил. У нас просто у меня, она, Армина говорит, что она видела, что Катя подходила к моим механическим карамешам и плюла в них, а потом они сломались. Но, Армина, она немного успокаивала, девочка. Типа, но есть подозрение, что Катя, может, этого и не делала. А вы-то чего хотите, Маш, вы хотите с Катей дружить или нет? Не знаю, точно, но я хочу, но мне не хочется, чтобы она так себя вела. Ну, слушайте, подождите, это, это, Машуль, мне кажется, это важный такой момент. В первую очередь, вот давайте еще раз подумаем, я еще раз задам этот вопрос, а вы подумайте и ответите. Давайте. Хотите дружить с Катей или нет? Имеете право сказать нет, кстати. А имеете право сказать да? Вот подумайте, хотите или нет? Не очень. Ну, а зачем же тогда, зачем же тогда вы хотите себя заставить? Я не понимаю тогда совсем ничего. Ну, и не дружите. Мне кажется, папе Миши есть что сказать, как ни странно. Да, собственно, у нас такая ситуация, что девочка часто ведет себя не очень хорошо, и вот было несколько инцидентов, и вот один из них, то, что Маша рассказала, вот, мы поговорили с мамой, и она сказала, что нет, Катя этого не делала, так как учатся в одном классе, собственно говоря, мы хотели спросить советы, как вот в таких случаях вести, как в данном случае вести себя, потому что дочь была расстроена, просила поговорить с родителями девочки, вот, и если будут повторяться подобные моменты, то как себя лучше вести, чтобы не травмировать ни Катю, да, ни дочку, и чтобы все это разрулить. Ну, подождите, Миша, давайте я вас спрошу, давайте я вас спрошу, да, вот еще раз, попробуйте, попробуйте теперь вы, задайте мне вопрос прямо, конкретный один, четкий такой вопрос. Как научить и научиться разруливать детские конфликты правильно? Вот подобный данный конфликт. Ну, а что тут за конфликт? Это очень-очень простая история. Мне кажется, эта история очень-очень простая, и мне кажется, что разруливать эту историю, ну, хорошо бы, чтобы это делал учитель, который там находится, и мне кажется, что в этом конфликте надо сесть спокойненько с двумя девочками, если две девочки принимали участие в этом конфликте, да, поговорить с каждой из них, поговорить, чего они хотят, чтобы было дальше, да, в каких отношениях, они хотят, чтобы они были, вот и все, дальше внутри этого выяснится много подробностей разных, с которыми тоже можно взаимодействовать, да, вы имеете в виду какую конфликту? Ситуации-то нет? Я имею в виду, что если бы, да, дело в том, что если бы сказали, что, ну, так получилось, не хотела, и больше так не будет, то можно было бы разговаривать дальше, а здесь получается, что просто и Катя сказала, что я этого не делала, и мама ее поддержала, сказала, нет, она этого не делала, я на ее стороне, вот, хотя другие девочки видели. Ну, может видели, может не видели, может не знаю что, да, но может такое быть, может же быть, мы же с вами понимаем, да, двое взрослых, что так может быть, что она этого не делала. Ну, теоретически может быть, Более того, да, верно, более того, мы с вами понимаем, что может такое быть, что она испугалась и придумала, да, на самом деле, что она не делала, а на самом деле, может сделала, может случайно, может не случайно, может так, может эдак. И мне кажется, в этой ситуации, если учительница любимая и прекрасная. Подойдет Катя и погладит ее по голове. Скажет, котик мой в любом случае, да, мы все, мы перевернем эту страницу. Я очень-очень тебя прошу, не делай так. В будущем, если тебе нужна любая помощь, или ты чувствуешь раздражение, или чувствуешь, что ты злишься на кого-то, приходи ко мне, мы с тобой поболтаем и это решим. Это все. Ну, наверное, так. Да. Да, но это, видите, это разговор-то, он такой немножко теоретический, потому что я как бы говорю, ну, вопрос такой в ответ. Вы спросили, как разруливать конфликты детей, но я бы разруливал вот так, если бы это было в моем классе, в школе, например. Да. Можно помочь также точно и замечательной девочке Маше и дать ей такой же совет. Да, а именно в любом случае, хочет Маша дружить с Катей или не хочет, но мне кажется, что это здорово подойти и сказать, что слушай, да, давай мы пойдем дальше. Ну, так сказать, я говорю, что взрослыми словами надо перевести их на чуть более детский язык, да. И в любом случае нам вместе учиться, и в любом случае мы с тобой будем расти бок о бок. Я очень-очень тебя прошу этого не делать, сама тебе обещаю, что я не буду делать ничего неприятного. Вот и все. Да, верю тебе, если тебе важно, там, не знаю, без если тебе важно. Верю тебе, что ты этого не делала. Это неважно, строго говоря, в этой ситуации. Вот. Мне кажется, что можно и так. Но нужна поддержка взрослых. Я же не случайно про учительницу говорю. Нужна поддержка взрослых. Ну, учительница сказала, что она, конечно, верит Маше, что Катя ведет себя так часто по отношению к другим детям и вообще ведет себя на руки. Часто нехорошо, поэтому... И? И? Верит? И? И она сказала, что поговорить с ней. Ну, те разговоры с 1 сентября происходят, ну, как-то... Мне кажется, не буду ни в коем случае, не буду ни в коем случае, так сказать, критиковать учительницу, да и не за что, и повода нет. Да? Но опять, если я рассуждаю отвлеченно, мне-то кажется, что совершенно не надо говорить с Катей, мы говорим о 2-м классе. И в 2-м классе надо много-много говорить и работать над тем... В первом, тем более, тем более, извините, много-много говорить и работать на тему того, как мы выражаем свои мысли, как мы выражаем свои чувства, что мы делаем для того, чтобы просигнализировать другому человеку, что я недоволен, как мы просим чего-то не делать и что-то делать. Вот и все. Вот что надо делать. Что с Катей? Ну, нет, можно и с Катей поговорить, вероятно. Но, да? Но мне кажется, что это общее поле такое. И поле других девочек, и поле Машеньки, и поле Катечки, и поле всех. И мне кажется, это работа взрослых. Это работа взрослых, правда? Да, будем работать. Спасибо, Антон, совет. Немножко отвлеченный разговор получился, да? Ну, вот-вот, да. Но честный. Петербург, Ирина, добрый вечер. Добрый вечер, Дима. Чтобы не задерживать эфир, одним словом спасибо. И далее вопрос. У меня дочка 5 лет, замечательная девочка, умная, сообразительная, все супер. У нас есть две проблемы, может быть, две стороны одной проблемы. У нее проблема, у нее, у меня, да, проблема с восприятием ее концентрации. Она постоянно на что-то отвлекается во время какой-то деятельности. То есть мы садимся заниматься. Сколько времени продолжается? Сколько времени продолжается? Сколько времени продолжается деятельность до момента отвлечения? Когда как? От, там, трех-пяти до десяти минут. То есть она начинает отвлекаться, о чем-то болтать, что-то у нее... Поздравляю вас, она нормально и соответствует своему возрасту. Ура. Next, да, следующий вопрос. Не, ну давайте, 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 ладно, ладно. С этим же примерно связано. Когда мы начинаем заниматься, вот, например, мы с Нового года пошли на занятия ментальной арифметикой. Когда мы ходим на занятия, ее преподаватель все время хвалит, говорит, она молодец, она очень хорошо все схватывает, все соображает, все супер. Приходим домой, есть определенные какие-то домашние задания, я пытаюсь с ней делать задания. Татюш, ну, я понимаю, что пять лет, как бы еще не тот возраст, я пытаюсь там в игровой форме иногда как бы подсунуть. Ира, Ирина, ну, Ирина, ну, я не могу это слышать, но вы сейчас прямо испортите мне вечер. Ну, какое, блин, извините за выражение, домашнее задание в пять лет? Ну, Ир, ну, Ир, ну, я понимаю, что это довольно сложно, я пытаюсь просто... Это не довольно сложно, это не довольно сложно, не надо, вот послушайте меня, не надо, вот я, еще раз, я знаю, что я не дослушал ваш вопрос, и веду себя не вполне интеллигентно, вероятно, но я дослушаю, после этого я вам обещаю. Не делайте этого, родители и учителя, не делайте этого. Да, это никому не надо, никому. Это закладывает бомбу замедленного действия, мину, которая точно рванет. Я не знаю, каким способом, вариантов есть несколько, но она рванет точно. Зачем? Зачем приворачивать? Я не знаю, что такое ментальная арифметика, вы уже меня простите, да? Но, окей, я слышал, понятное дело, это словосочетание. Верю, что дети там занимаются чем-то, что им нравится. В пять лет, на самом деле, единственный смысл любых занятий, это человек начинает осознавать, что ему это нравится. Все, если ему это не нравится, это проблема взрослых. Коротко говоря. Я надеюсь, что ей там очень нравится. Справедливости ради... Хочу сказать, что я не настаиваю, то есть, если она отказывается делать, я не настаиваю. Ну, не хочешь, не надо. Да не надо ничего делать, да не надо ничего делать. Ну, это полная чепуха. Ну, как в пять лет можно делать домашнее задание? Ну, да, да. Ну, какое домашнее задание? В пять лет человек... Да подождите, Ир, давайте я разошелся, извините, меня не остановить. Да, в пять лет человеку, в принципе, вот вы говорите, что ей трудно сосредотачиваться больше десяти минут. Я отвечаю вам, что это, в общем, вполне норма. Может быть, двадцать у кого-то. Да, но нормально, что человек переключается. Более того, у человека в пять лет причинно-следственные связи не схвачены, вот как у взрослого, понимаете, жестко-жестко, не загипсованы. У нее, в принципе, нет прямой связи между занятиями в этом кружке и занятиями дома. Какое домашнее задание? Ради чего? Ради того, чтобы она возненавидела домашние задания, еще до того, как она в школу пошла. Единственная цель, с которой можно делать домашние задания, другой цели нет. Ох, я сейчас, конечно, дал. А если вообще о занятиях, вот совместных говорить, да, я когда пытаюсь с ней что-то делать вместе, например, там, не знаю, порисовать, полепить, там, ну, любые развлечения, у нее удерживается какое-то время, а дальше особенное, если что-то не получается, если что-то пошло не так, да, или не так, как она хотела. Она... Все, потерпите полторы минутки, полторы минутки, вопрос ясен, отвечу обедать. Проект Димы Зицера Любить нельзя воспитывать Ирина, реклама нас прервала. Давайте, я слушаю вас. Да-да-да, ну, задайте вопрос до конца, просто я чуть не дослушал. Да, значит, она теряет какой-то интерес, когда особенно у нее что-то не получается, и особенно в тех ситуациях, когда я с ней занимаюсь. То есть, если-то подобные ситуации могут получаться на каких-то занятиях, где меня нет, там, в садике, она может либо посидеть спокойно, либо что-то попробовать сделать, обостряется, это вот в моем присутствии. Если что-то у нее не получается, вот ни в какую. Самые, там, первые сигналчики, это были, когда мы, там, в год и три ходили на какие-то развивайки, начали ходить. Та часть занятий, которая касалась каких-то поделок, все нормально. Как только мы, вторая часть занятий с танцами, там, каким-то физической активностью, она садится на скамеечку, я не хочу. То есть, там занятия построены на том, чтобы мама с ребенком танцевали, но в итоге мама танцевала со всеми остальными детьми, ребенок сидел на скамеечке, на все это смотрел. Ну, в общем-то, ничего, я не давила. Я не давила, я танцевала с другими детками. Ну, нет, если вы ждете от меня, если вы ждете от меня, спасибо за то, что вы не давили, вы не дождетесь. Вы дождетесь от меня изумления. Изумления. Значит, смотрите, человеку годы три. Ну, почему? Человеку годы три. Да? Значит, я понимаю, я совершенно не против этих занятий. Я понимаю, что маме хочется разнообразия. Маме хочется, заметьте, маме. И это нормально. Какие-то люди говорят, у нас будут музыкальные занятия. Приходите, мамы, можете с детьми поплясать. Откуда у мамы ожидания от человека года и трех? Вот, Ира, откуда? Откопайте это. Но не со мной, а с каким-нибудь психотерапевтом. Откуда у вас ожидания? Почему вы ждете от нее, что она сейчас с вами парное танго забабахает или что-нибудь? Почему она не может отползти и спокойно заняться мусорной корзиной? Или стащить печенюшку со стола? Или засунуть пальчик в ухо мальчика какого-нибудь? Почему вы ожидаете, что она будет с вами танцевать? Ну, наверное, скорее, больше не ожидание было. Это такое желание. Но оно не свершилось. Чтобы она танцевала? Ну, мне бы... Нет, нет, Ира, извините, нет, нет, нет. Ну, приняла это тоже слишком сильное слово. Приняла, а не... В смысле, я на нее не давила. А нормально давить в этой ситуации? Мы разговариваем с вами про масс сейчас. Нет, не нормально. Поэтому я так и считаю, что это не нормально. Поэтому я не давила. Я это приняла. Как в принципе здесь... Ир, ну подождите, ну подождите, не бросайте меня. Ну, я честно. Как можно это не принять? Какой вариант есть это не принять-то в годы три? Никакого. Где такой вариант? Согласна абсолютно. Ну все. Ну все, я ходила куда-то, танцевала там. Да, моя дочь в этот момент сидела на скамеечке. Все, ну отлично, имели право. Да. А вот сейчас, когда мы занимаемся... Я не знаю, возможно, я что-то вот уже немножко путаю в голове. Да, это, может, не связанные вещи. Но вот то, что она сейчас во время каких-то моих занятий совместных, там, тем же лепкой, рисованием, еще что-нибудь еще, она начинает как-то отказываться заниматься. Или когда что-то не получается, она это бросает. У меня есть гипотеза. Но для начала еще один вопрос. Да, вопрос, наверное, в том, как мотивировать ребенка на то, чтобы продолжать пробовать, когда что-то не получается. Подождите. Ира, Ир, а зачем вы занимаетесь с ней лепкой? Любите лепку? Я не занимаюсь саленоправленно, просто так вот. Она любит. Она любит рисовать, она любит лепить. И иногда мы садимся вместе. Она любит рисовать, подождите. Ир, она любит рисовать и любит лепить. А вы зачем к ней лезете? Она просит сама. Периодически. Мама, пойдемте. Она просит, чтобы вы вместе с ней полепили. Отлично. Ну, пока все в порядке. Ну, дальше что? В какой момент происходит вот это? Она чем-то занималась. У нее было какое-то занятие. Она говорит, мам, хочу, чтобы ты позанималась с тобой. Мама радостно приходит к ней. Она говорит, все, я закончила. Что не так? У меня есть, конечно, подозрения, связанные, наверное, с моей проблемой. В том, что когда мы лепим что-то вместе, это та вещь, с которой я, наверное, в себе борюсь, я ей начинаю помогать. Когда ей, старее всего, это не надо. Да я вообще не понимаю. Еще раз, Ирина, Ирина, ответьте на мой вопрос. Но это же вопрос простой. Был только что. Да? Вы его пропустили? Я повторю с удовольствием еще раз. Да? Ваша дочь чем-то занимается. Говорит, мама, занимайся вместе со мной. Мама подходит, начинает заниматься вместе с ней. Дочь говорит, я закончила этим заниматься. Что не так? Что вас не устраивает-то в этой модели? У меня возникает ощущение, что она перестала заниматься из-за того, что я подошла, и мы стали делать что-то вместе. Может быть. Может быть. Проверьте, не заменяете ли вы какое-то ее действие своим, не поддавливаете ли вы, не начинаете ли вы на ее территории устанавливать свои правила. Попроверяйте. Но вообще, просто секрет простой, Ирина, секрет простой. Занимайтесь с ней тем, что интересно вам и ей. Все. Не тем, что интересно преподавателю по этой арифметике вашей. Ну, да. То есть, если она обращается в процессе, ничего страшного. Но бросает, это неверное слово. Она не бросает, она меняет вид деятельности. Она не бросает. А по поводу неудач? А по поводу неудач? Когда у нее что-то не получается... А какие могут быть неудачи у человека пяти лет, расскажите? Ну, например, она строит там какую-то башню из Лего. Мы строим город. У нее что-то не получается закрепить, оно падает. В результате она может взять этот конструктор, бросить, кинуть, сказать, все, у меня эта дурацкая башня, не хочу ее, не люблю. Ну, все. Ну, доделайте. Вы хотите, чтобы башня была достроена, Ир? Мне кажется, что хороший вариант, если ребенок научится... Ирина, Ирина, доставьте... Слушай, Ирина, Ирин, достройте... Услышите меня? Достройте башню. Не нужно стимулировать ее, попробуйте еще раз. Да нет, ну что значит стимулировать? Еще раз. Ей пять лет, она занимается тем, что ей интересно. Рядом сидит мама и строит. Она видит, что мама достраивает до конца. И у мамы тоже бывает, что вещи падают. И мама в этот момент не начинает бить мебель кругом, а спокойно достраивает до конца. Она считывает эту модель. Да, особенно если мама в этот момент не навязывает ей эмоциональную реакцию, типа, надо успокоиться, надо это, надо... Спокойно, это всего лишь игра, получайте... Вот последние у меня 10 секунд. Получайте удовольствие от этого чудесного возраста и от того, что вы можете с ней заниматься почти безответственно тем, что нравится ей и вам. Это уже развивает само по себе, честное слово. Друзья, я желаю вам удачи, желаю вам любви. Напоминаю, что, к сожалению, до 31 числа мы расстаемся, но потом снова встречаемся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok